Господа, к нам пришла весна, и это видео я снимаю в забавной цветочной рубашке. Давайте добавим в гардероб немного цвета. Многие парни почему-то думают, что цветочные принты не для мужчин. Ребята, вы не знаете своей истории. Видите ли, цветы всегда символизировали мимолетную красоту жизни. Поэтому женщины прикалывали цветы к ласканам своих парней, когда они отправлялись воевать. Можно найти картины с изображениями средневековых рыцарей с цветами не только в волосах, но и на доспехах. А если цветочный принт вам не по душе, то обратите внимание на узор пейсли. Это древнеиндийский узор, который мы видим в основном на галстуках и на грудных платках. И при правильно подобранной рубашке придает вам царственный вид. Если же все эти узоры не для вас, ребята, тогда просто измените цвет. Например, на розовый. Многие думают, что этот цвет опять же больше подходит для женщин. Снова ошибка и снова обратимся к истории. Этот цвет выбирали мужчины с более темным цветом кожи. Более смуглые мужчины. Следующий – красивый легкий пиджак. И, честно говоря, гардероб многих мужчин страдает от нехватки такого пиджака. Сейчас многие носят толстовки, худи, но это не одно и то же. Ребята, я говорю о легком пиджаке, который можно было бы надеть прямо на розовую рубашку. Это отличный аксессуар, которого, к сожалению, не хватает в гардеробе многих мужчин. Вот этот, что сейчас на мне, из просто зеленого вельвета. Он важная часть моего гардероба. Вы можете найти и более повседневные варианты. И давайте сейчас поговорим о вариантах. Можно выбрать джинсовый пиджак, шерстяной пиджак, легкий замшевый пиджак. Есть также кожаные куртки. Есть спортивные куртки. А то, что на мне сейчас сделано из льиной ткани. Так что советую заполнить нехватку пиджака тем, которые соответствуют вашим потребностям. Думаю, вы задаетесь вопросом. Антонио, ты что, носишь солнцезащитные очки в офисе? Да, ношу. Мое будущее такое яркое, что приходится носить очки. Ладно, ребята, я знаю, шутка не самая смешная, но может быть чуть-чуть. Но она приводит нас к следующему пункту. В вашем весеннем гардеробе должна быть отличная пара очков. Итак, когда мы начинаем обсуждать весну, есть одна вещь, которую нельзя игнорировать, а именно запах. Потому что запахи повсюду нас окрушают, и есть определенные, связанные с весной. Весна – это цветы, это нечто, выходящее из-под земли и расцветающее. Давайте поговорим о некоторых ароматах, которые я бы порекомендовал. Green Irish Tweed от Крит. В моем списке это, наверное, один из самых дорогих ароматов, но для многих ценителей этот весенний аромат – настоящая палочка-вручалочка. Поговорим о немного более доступном парфюме. Это парфюм De Marlis от Седли. Мне он очень нравится. Запах немного лекарственный, но в нем есть что-то такое, что идеально подходит для весенней погоды. Следующий в списке – это Hermes's H24. Как раз сегодня на мне этот аромат. Я считаю, что он совершенно восхитителен. Такая современная классика, по моему мнению. Его выделяет, думаю, такая особая металлическая нота. И если вам нравится аромат Hermes, вам понравится H24. Некоторые считают, что этот аромат перегружен. Я так не считаю. Его можно носить 24 часа, 7 дней в неделю, в любое время года. Но, думаю, он лучше всего подходит для весны. Если же вы хотите что-то из французских ароматов, обратите внимание на Gerlen. Нота ветивера встречается во многих весенних ароматах. И на то есть причина. Он имеет такой земляной травяной запах. А если Gerlen вам кажется слишком дорогим, попробуйте Bua de Vitiver от Карла Лагерфельда. Это хорошая альтернатива. У него не такой дорогой запах и не такой сильный, но это действительно приятный аромат. Далее идет вот на роли от Bulgari. Мне нравится этот аромат, потому что в нем ощущаются древесные ноты, которые придают аромату мужественность. И в то же время тут есть цветочные ноты на роли. Если вам нужен великолепный цитрусово-цветочный аромат, идеально подходящий для весны, обратите внимание на Icon Racing от Dunhill. Очень крутой флакон. А если вы ограничены в средствах, настоятельно рекомендую вам обратить внимание на ароматы дома Дэвидов. Многие думают, что они продают только Cool Water, но еще есть Adventure и Horizon. Хочу попросить вас, господа, если вам нравятся подобные видео, сделайте мне одолжение и поставьте этому видео лайк. Боки Ютуба поймут, что вам нравятся такие видео, и я стану создавать больше подобного контента. Это позволит большему количеству мужчин увидеть мои видео, что очень хорошо, потому что... Давайте признаем этот факт, многим требуется помощь, чтобы одеваться лучше. Так, а теперь давайте поговорим об аксессуарах, если вам нужно принарядиться. Обратите внимание, я дополнил свой образ белым нагрудным платком. Он сложен президентским сгибом. Я думаю, что нагрудный платок всегда остается отличным аксессуаром. Так, а почему я остановился на президентском сгибе? Потому что моя рубашка и так привлекает к себе внимание, и я не хотел перегружать образ акцентами. Но если узор пейсли или цветочный узор на рубашке кажется вам слишком пестрыми, используйте эти принты в нагрудных платках. Сделайте на них акцент. Далее, если вы хотите надеть галстук, то поищите что-нибудь подходящее в постельных тонах. Постельные тона идеально подходят для этого времени года. Или же смените галстук на бабочку. Она отлично сочетается с чем-то легким и непринужденным. Лично для меня бабочка весной – это идеальное решение. И немногие мужчины это знают, но галстуки и бабочки являются столь же формальными, что и обычные длинные галстуки. Следующий совет. Ребята, вам стоит поменять ремешок для часов. Посмотрите на эти две пары часов. Да, они очень похожи друг на друга. Однако, посмотрите на браслет. Этот стальной браслет идеально подходит для зимы, для осени. Но, возможно, для весны вы выберете что-то другое. Поменяйте стально-яркую кожу, чтобы добавить больше контраста. И, ребята, даже если ваши часы не поставляются с дополнительными ремешками, вы всегда можете найти что-то подходящее на рынке услуг. Эта незначительная деталь действительно поможет вам освежить внешний вид. Пусть и ваши часы обновятся этой весной. Итак, господа, что же я пропустил? Что бы вы хотели, чтобы я добавил? Пишите мне об этом в комментариях. Я люблю читать ваши комментарии. Итак, какое же видео посмотреть в следующий раз? Как насчет видео моей коллекции часов? В этом довольно старом видео я показываю свою коллекцию часов. К сожалению, одну любимую пару я потерял. Но я могу рассказать о них в другом видео. Но вот в этом видео я рассказываю о тех часах, что у меня в наличии. Ну а внизу в описании я даю ссылки на дополнительные видео, из которых вы можете больше узнать о мужском стиле.